Продолжение следует... Кутузов сумел получить сведения о состоянии турецких крепостей, их вооружений, наличии стратегических запасов, снял план местности, оценил места возможных стоянных войск и настроения местного населения. Теперь начиналась большая дипломатическая игра. В пригородах Константинополя Кутузова встретил Хвостов, которому он поручил согласовать соревнования встречи с султанскими властями. В глазах турок каждый знак внимания сигнализировало положение посла в дипломатическом корпусе страны. Мелощей тут не бывает. На той дипломатии. Встреча прошла с торжественностью необычайно. И объяснялось это не только дипломатической учтивостью. Турецкие власти красноречиво демонстрировали дружеские чувства к России. Кутуз-Пашу османа уважали как отважного воина. Теперь были поражены, как человек столь ужасный в баталиях мог быть столь любезен в обществе. Я въехал 26 сентября в Константинополь. Турки в церемониале не делали никакого затруднения. И министерство велело сказать мне, что из дружбы к особи моей более порта желает сделать учтивости мне, нежели репнину. Вези, на другой день приезда, прислал спросить о здоровье и табакерку с алмазами, чашку кофейную с алмазами и яхонками чрезвычайной работы и 9 кусков богатых парчоев. С таким еще вниманием, что каждого цвета по 30 пик стешней меры, чтобы стало на женское европейское платье. Все это ценят слишком на 10 тысяч пиястров. Говорят, бы то велел султан готовить богатые подарки. Министры все живут за городом, но приезжали смотреть моего въезда. Цесарской, прусской, неаполитанской были у меня за одну станцию от Константинополя. И все вообще были с визитом на другой день приезда моего. Здесь строят особо в фонаре и перья. Так мудрено и смешно, что превосходит все ображение. Улицы шириной в лассоле в кабинет. Дома высокие, множество окон и балконы сходятся в верхних этажах вместе. Над моим домом есть Бельведер. Зайдешь на него и увидишь все расположение Константинополя. Щераль, гавань превеликая, покрытая беспрестанно судами и лодками, в которых, конечно, во всякое время глазом видишь тысячу. Константинополь с прекрасной Софией. Фонари, галаты, пера. Прекрасный пролив, называемый древними Босфор Фракийский. Все это видно вдруг. Сии чудеса увидя, не рассмеешься, заплачешь от чувства нежности. Из письма Кутузова к Кутузову. От сентября 4 дня на 1793 год. Место жительства послу России отвели в Перу. В районе нового города Константинополя, на северном берегу бухты Золотой Рог. В год прибытия посольства этот дом был еще совсем новым. Возможно, и Кутузов застал здесь еще следы благоустройства и доделок, примерно как сейчас. Просторный, прохладный дом, деревянный, на самом берегу Босфора. Со своей лодочной пристанью, с зелеными ветками перед самыми окнами. Идеальное место для отдыха. Или все-таки место работы. Где-то справа находится аналогичная резиденция французов, политических абонентов Кутузова в его борьбе за внимание Селима Третьего. У самой кромки воды, к выходу в Черное море, находится артиллерия турок. Конечно, здесь необходимо большое внимание и работа. Отсюда открываются те же берега и горы, в которые когда-то пристально всматривался Михаил Кутузов, чрезвычайный посол. И все-таки военный человек, знаток фортификации и артиллерии. Здесь работали топографы его посольства. Где-то здесь Гаврил Сергеев отыскивал места для наилучшей панорамы. В Стамбуле на обоих берегах Босфора начинают работать люди Кутузова. Это не только офицеры, которые с помощью инструментов снимают планы, карты, фиксируют положение артиллерийских батарей. Это еще и художник-видописец, который очень четко обозначает все основные пункты, все основные ориентиры города. Если смотреть просто картинкой картинкой, только любоваться. А нет, Сергеев ведь не просто художник-видописец. Военный топограф. Снимает виды по определенной схеме. Выбраны точки, откуда пространство города открывается наилучшим образом. Именно отсюда художник Гаврил Сергеев писал панораму Стамбула, определяя основные точки. Самую низкую точку на поверхности воды, башню к эскулиси. В самую высокую точку, башню Галата. Константинопольские константы, вот те самые минареты и купола, которые мы видим и сейчас, они тоже заняли свое место в его работе. Конечно, береговая линия этой бухты за 200 лет сильно изменилась. Здесь, тем не менее, мы видим все основные ориентиры. Пасфор уходит к Черному морю. На высокой горе крепость Кавак-Кале, которая хорошо видна отсюда. И на берегу бухты находится русское посольство, его летняя резиденция. Одна из акварелей Гаврила Сергеева написана от мечети Рюстем Паши. Сейчас с этой точки уже нельзя что-то снять, потому что город перестроен. Старая мечеть утонула в большом количестве новых сооружений. Поэтому мы ищем эту точку несколько выше, от мечети Сулеймоние, которая находится примерно на той же линии. Попробуем, как художник-топограф, найти ту самую точку, откуда ему открылась панорама с тем же углом зрения. Нам надо найти башню Леандра. Это довольно трудно среди всех этих минаретов, куполов. Минареты мечети Ени-Валиде-Джаме. И как раз между ними на то же самое место встает башня Леандра. Да? Именно отсюда открывается вид на район Перо, где когда-то остановилось посольство Кутузова. Именно там жили в то время европейские купцы и дипломаты. И оттуда Кутузов смотрел на город, на пролив, на дальние туманные горизонты. Оттуда он вместе со своей свитой переплывал на прием к султану. И лодки ненароком заходили в порт, где стояли военные турецкие корабли. Пока чрезвычайный посол педантично спорит о деталях церемониала, наша военная разведка дело знает. Опасно приближаясь к военным объектам, дерзит. Мы прошли на веслах в порт Тамбульского лимана, мимо стоящего там турецкого флота, который состоит из 9 линейных судов и 11 фрегатов. И увидели при этом хорошо построенные судовые верфи, где как раз находились на стапеле два новых военных корабля. Вице-адмирал Турции Шеремет Беми и других был подвержен очарованию русского посла и установил за ним слежку. Но его наблюдатели, замаскированные под нищих дервишей, как-то не очень убедительно носили свои лохмотья и лезли Кутузову в глаза. Зато сам он на тайном поприще действовал намного успешнее. Наполеон как-то много раз говорил, что когда нанимаешь хорошего шпиона, то нечего и торговаться. Анжели был очень дорогой шпион. Когда-то в России он служил с Кутузовым в одном корпусе 1-й армии в чине полковника, но затем был разоблачен, выслан из России. Но Кутузов никогда не выпускал его из вида. Никогда. В 1793 году Анжели предложила конвенту план гражданской войны в России. Восстание наподобие Пугачевского бунта будет спичкой, и все полыхнет. Первонаперво сжечь наврожденный русский Черноморский флот. На Таганрогских верфях уже поймали агенты с воспламеняющимся порошком. В Франции и Англии одинаково опасались усиления России в Причерноморье. Я отлично узнал Анжелина нашей службы. В этом человеке, безусловно, соединяются умы Антригана с душой низкой и трусливой. Даже если он прибудет в Крым, он там ничего не сделает. Так я предупредил графа Суворова-Рымникского о его замыслах. Из письма Кутузова послу в Австрии Разумовскому. Это еще с дороги. А вот уже из Стамбула. Известный Анжелей под именем купца Домери отправился в Смирну. Шагеевы будут мною подробно наблюдаемы. По случаю наглости, ченим их экипажами французских фрегатов в Смирне. Кутузов в Екатерине II. Это октября 20-го дня 1793 года. Кутузов вел переговоры на высшем уровне и вел их столь искусно, что высший уровень ему явно симпатизировал. Успехи русского пошла при дворе султана вызывали зависть всех дипломатов и кредитов на Стамбуле. Особенно стоило беспокоиться французам в их борьбе за присутствие флота в проливах, мечте государя. Трудные переговоры о торговых тарифах и размерах пошлины за проход проливов в какой-то момент зашли в тупик. Против разрешения прохода русских кораблей через Босфор и Дарданеллу резко восстал вице-адмирал Шереметбей. На совете у султана он заявил. Порте согласится на все, что угодно, но не на разрешение ввести русскую эскадру в архипелаг. Это все равно, что впустить русских в свой гарем. Михаилу Илларионовичу донесли. Он усмехнулся. Гарем так гарем. Чего не сделаешь, по долгу службы. Ненапрасно в Крыму он брал уроки у чиновника Шагин-Гирей. Учил язык. Искал ключ к разгадке Востока. Ну вот что теперь мог видеть Кутузов сквозь пелену восточных церемнялов? Султан Селим III был по-настоящему просвещенный монарх. Его дворец был полный европейскими художниками, поэтами и музыкантами. Он был им другом и щедрым меценатом. Сам играл на турецкой флейте инеи, сочинял. Впервые во дворце зазвучали арфы и фортепианы. Прогрессивный молодой султан симпатизировал Франции. И не только по политическим резонам. Он видел, что под натиском ее революционного духа одна за другой рушились монархии. Селим III реформировал армию. Но сознавал, что одними военными реформами Европу не догнать. Он был сторонником глобальных преобразований во всех областях жизни. В Стамбуле о нравах гарема среди иностранцев ходило множество сплетен. Верить, не верить, пойди найди свидетелей. Но все-таки Селим III был восточным деспотом. Горем, сцена 1, дубль 2. А вот из свеженьких происшествий. Слушай, недавно Селим III приказал казнить знаменитого музыканта. Ну, рассказывает, что этот Садула Хага по просьбе султана стал обучать музыке султанских наложниц и влюбился в одну из них. Ее звали Мехриман. Любовь оказалась небезответной. Султан, узнав, впал в ярость. Ну и, разумеется, приказал обезглавить музыканта. В этой истории неожиданный финал. Но пока довольны, чтобы понимать, на что идет Кутузов своей скандальной выходкой. А именно, во время прогулки по городу он вдруг повернул коня и вторгся прямиком в гарем. При этом возглашал так громко, что распугал привыкших к полному покою и тишине живших там павлинов. Он кричал, именем Екатерины Великой, пред которой ничто не вянет, а все цветет, которая милует вас миром. В общем, это ни в какие ворота на самом деле. И потом вопрос, зачем? Ну, право дело, зачем? Да все за тем же. Шершель Афам. Наш хитроумный посол был уверен, что именно в гареме найдет рычаги влияния на политику. Кутузов знал одну особенность тирали. Если женщины в истории османов играли какую-то роль, то это были именно уроженки христианских стран. Начиная с русской рексаланы, хирем-султан, создавший еще в 15 веке прецедент женского теневого правления. Высшую ступень сложной иерархической лестницы гарема занимала султан Валиде, мать султана. Михрия Шах, мать Лима Третьего, провела в роскошных комнатах, построенных для нее сыном, 18 лет. Но путь ее к вершинам власти был долг. Она была дочерью грузинского священника. В Грузии ее выследили и похитили Абраке. Красавицу продали в гарем султану Мустафе Третьему. Девочка была не только необычайно хороша собой, но и умна. Правда, имелся порог. Грузинка обладала независимым нравом. Это качество в гареме жестоко каралось. Но она не только выжила, но и сумела стать любимой женой султана. Луналикой Шахини. Мустафе Третьий настолько трепетал перед Луналикой, что если и встречался с другими женщинами, то от греха подальше на стороне. А если в собственном гареме, то соблюдая полную конспирацию. Михрия Шах сумела получить великолепное образование. Владела несколькими языками, в том числе русским. Оказывала влияние на политику империи и всегда призывала к войне с Россией. Рядом с Михри Шах сидела блистательная блондинка. Волосы ее сверкали, словно покрытые капельками росы. Кутузов беседовал, не поднимая взор. Но, как опытный разведчик, все же рассмотрел росу. Это были бриллианты. Судьба Нахши Дель, то есть прекраснейшей, была невероятна. Урожденная Эме де Ривери, француженка из знатного дворянского рода, была подругой юности и любимой кузиной будущей императрицы Франции Жозефины де Богорне. Ее похитили алжирские пираты и отправили в гарем султана Абдул-Хамид I. Она преодолела все препятствия, стала любимой женой, а после смерти мужа, другом и советником Селима III. Во многом благодаря Нахши Дель, этот султан и стал страстным поклонником Франции. Третьей собеседницей русского посла была дочь Мехришах, Хадиджа Ханум. Прекрасно образованная женщина, тоже сторонница прозападных реформ Селима III. Семибашенный замок, главная политическая тюрьма Стамбула, облизывалась на русского посла. За куда меньшей провинности приходилось тут съезживать нашим посольским. Не сносить над лицом головы были уверены все в городе. Здесь же, по гаремному делу, уже томился влюбленный музыкант. Ну, закончим с музыкантом. В ожидании смерти Садулла Хаган написал новую песню под названием «Баяти арабан», если я правильно подознашу. В окружении султана нашлись мельчаки, и в один из вечеров во дворце дали султану эту песню послушать. Чья это песня? Спросил он в восхищении. Садулла Хаганин. Он сочинил ее перед самой смертью. Говорят, слезы появились на глазах Селима III. Как я мог приказать убить такого великого композитора? Когда же подданные с трепетом сознали, что музыкант все-таки еще немножко как, ну, жив, и привели его, Селим III осыпал Садулла Хагу подарками и сказал, «Пусть не одна, а все мои наложницы будут твоими женами. Как это, свадьба Садулла Хаги и наложницы, и хреба. Все плачут и все смеются». А чем же разрешился скандал с Кутузовым? Ничем. Начальник охраны Гарема неожиданно объявил, что русский посол – главный явнух царицы Екатерины. Михаил Иларионович репутацией дорожил меньше, чем главой. При его любвиобильности это был оригинальный ход. Явнух так явнух. Прогрессивный султан, очарованный Кутузовым, вздохнул с облегчением. Подарки подарками. Но как говорил этот некрасивый Кутузов? Все три влиятельные дамы, вчерашние поклонницы Франции, были русским послом распропагандированы на месте. Мудрый султан Валиде слушала, забыв свои недавние интриги против русских. Даже француженка Нахшидель нашептала Селиму, что с Россией надо торговать. Он вручил Кутузову для передачи Чаричи Екатерине великолепный набор для верховой езды, украшенный драгоценными камнями. И все вопросы дипломатической повестки были улажены безобычной для турецкой администрации медлительности. Здесь забежим вперед и расскажем о еще одной блистательной победе Кутузову-дипломату. Накануне 1812 год. Россия из Турции уже шесть лет вела очередную войну. Необходимо было срочно ее завершить. На пороге стоял Наполеон. Кутузов на тот момент, командующий Дунайской армией, обещал царю держаться скромного поведения, но при этом победить быстро и без больших потерь. Излюбленный ход Кутузова просто ничего не делать принес первый успех. Великий визирь Османской империи Ахмед Паша сделал вывод о слабости русской армии и атаковал ее. Русский числом 15 тысяч против 60 тысяч в этом бою потеряли 500 человек, а османы – 5 тысяч. Победа Михаила Кутузова под Рущуком – одна из самых странных в российской военной истории. Еще несколько такого рода изощренных хитростей и лучшая армия Османской империи за пять месяцев была уничтожена способом, в первую очередь дипломатическим, а потом уже военным. Кутузов явил миру свой парадоксальный полководческий стиль – отступать или вообще ничего не делать до полной победы. В ноябре Ахмед Паша вынужден был подписать перемирие на условиях Кутузова. 12 тысяч стерзанных голодом и болезнями турецких солдат были переведены после осады в крепости на постой в русские деревни. На сохранение – по выражению Михаила Илларионовича. Причем турки должны были из своего кармана платить хозяевам. Гениально! Заложники платили и при этом были очень довольны. Русские просто брали на себя все заботы о них из человеколюбия. Это еще одно кутузовское ноу-хау в военной истории. И друг Кутузова, еще по Стамбулу, великий визирь Ахмед Паша, сохранял свое лицо. Султан, однако, все тянул время с оглядкой на Францию. Александр I в ожидании Третьей войны с Наполеоном уже находился при армии. К нему в Вильно приехал генерал-адъютант Наполеона граф Нарбон. Кутузов воспользовался визитом и указал дипломатам султана. Видите, сам непобедимый Наполеон ищет дружбу с Россией. Османскую империю завтра разделят между Францией и Россией, чего Россия никак не желает, испытывая к Турции самые дружественные чувства. Сработало. 16 мая 1812 года в Пухарестске мирный договор между Россией и Турцией был заключен за месяц до нашествия Наполеона. Россия присоединила Бессараби, а главный развязал руки молдавской армии, чтобы схватиться с французами. Наполеон истощил весь словарь французских ругательств в адрес Тура. Кутузову же Александр присвоил графский титул. Субтитры создавал DimaTorzok